Канадский сигнал почему уверенный рост цен на нефть с начала года может остановиться 8 мая 2019, 16-28 Владимир Цыгоев С января по апрель мировые цены на нефть выросли почти на 28% В то же время эксперты не исключают, что ускоренный рост котировок может остановиться уже в ближайшее время Сигналом для этого послужило валютное ослабление в Канаде Которая является одним из крупнейших игроков на глобальном энергорынке Традиционно увеличение стоимости сырья сопровождается удорожанием канадского доллара Но в последние месяцы нацвалюта страны, напротив, начала дешеветь Как полагают аналитики, давление на нефтяную отрасль может оказать обострение торговой войны Вашингтона и Пекина А также увеличение добычи в Штатах и Саудовской Аравии За первые 4 месяца 2019 года мировые цены на нефть показали значительный рост С января по апрель стоимость энергосырья эталонной марки Brent увеличилась почти на 28% и в моменте превышала отметку 75 долларов за баррель Во многом рост стоимости углеводородов эксперты объясняют выполнением сделки ОПЕК плюс государствами, экспортерами нефти Напомним, для балансировки глобального рынка энергосырья страны, участницы соглашения с 1 января снижают нефтедобычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года Более того, нефтяному удорожанию в мире также способствовало и обострение ситуации вокруг санкций Вашингтона против Тегерана и Каракаса На фоне ограничительных мер США инвесторы стали опасаться снижения сырьевых поставок из Ирана и Венесуэлы Также по теме Зарубежные инвесторы не доверяют евро Экономист Саксо Банк О валютах, рецессии в США и шокирующих прогнозах рекордным газдолг США может привести к сокращению ВВП этой страны уже в 2020-2021 годах При этом из-за высокого дефицита бюджета Вместе с тем наблюдаемый в последний месяц ускоренный рост нефтяных цен рискует завершиться уже в ближайшее время Об этом в интервью RT рассказал глава отдела макроэкономического анализа Саксо Банк Кристофер Димбек По его словам, до конца года стоимость барреля Brent может стабилизироваться вблизи 65 долларов, 70 Как пояснил эксперт, одним из сигналов подобной динамики рынка послужила слабость национальной валюты Канады Хорошим индикатором роста цен на нефть служит канадский доллар Но за последние полтора месяца он почти не укрепился по отношению к американской валюте Объяснил Димбек Отметим, с начала весны нацвалюта Канады подешевела на 1,3% по отношению к американской По данным на 7 мая, соответствующий курс составил 74 цента за канадский доллар Взаимосвязь канадской валюты и цен на нефть опрошенные Аналитики объясняют значимой ролью страны на глобальном энергетическом рынке Согласно статистике Американского управления энергетической информации Канада занимает четвертое место в мире по объему добычи нефты и других жидких углеводородов Сразу за США, Саудовская Аравия и Россией В 2018 году соответствующий уровень производства составил порядка 5,3 миллиона баррелей в сутки Помимо этого, Канада также входит в тройку государств с крупнейшими доказанными запасами нефти Так, на фоне обвала мировых цен на нефть, к концу 2018 года в декабре курс нацвалюты Канады Опустился до минимума за полтора года и составлял порядка 73 цента за канадский доллар В начале 2019 сырьевые котировки в мире начали расти, и уже в феврале канадская валюта подорожала до 76 центов Вместе с тем, хотя весной цены на углеводороды продолжили увеличиваться на глобальном рынке, канадский доллар перестал укрепляться Как объяснил ситуацию Кристофер Димбек, инвесторы просто не верят в продолжительный рост нефтяных котировок Давление на баррель Также по теме метод манипуляции ценой Почему США рекордно сократили закупки нефти у стран ОПЕК С начала 2019 года танкерные перевозки нефти из стран ОПЕК в США сократились более чем в два раза Эксперты объясняют такую ситуацию По мнению аналитика ГК Фином Сергея Дроздова, игроки энергорынка серьезно опасаются обострения торговой войны между США и Китаем Так, по словам эксперта, заявление Дональда Трампа о намерении повысить пошлины на товары из КНР сразу же оказало негативное влияние на нефтяные цены По данным биржи ICE в Лондоне, на сегодняшний день стоимость барреля Brent уже опустилась до уровня 69 долларов, 70 Более того, дальнейшему удорожанию нефти также препятствует заметное увеличение производства сырья в Штатах Об этом в беседе S.R.T. рассказала младшая аналитика ГК Фридом Финанса Александра Овчинникова В апреле добыча нефти в США выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, до рекордных 12,3 миллиона баррелей, что делает Штаты крупнейшим в мире производителем нефти Сдерживающим фактором также выступает возможное наращивание объемов добычи нефти в рамках ОПЕК-плюс во втором полугодии 2019 года Как ожидается, Саудовская Аравия может приостановить сокращение производства на фоне санкций со стороны США против Венесуэлы и Ирана, подчеркнула Овчинникова Впрочем, как объяснил RT, старший аналитик БКС премьер Сергей Суверов, мировой рынок нефти по-прежнему близок к балансировке Поэтому в ближайшие недели сырьевые котировки продолжат оставаться вблизи отметки 70 долларов за баррель Отрасли станет вопрос продления сделки ОПЕК-плюс на заседании в июне